Всем привет! Меня зовут Алена и у нас сейчас за окном отличная весенняя погода. И я подумала, почему бы нам вместе с вами не открыть новую порцию посылочек с Алиэкспресс. К сожалению, они у меня не хотят стоять красивенько пирамидкой, но мы все равно начнем по традиции с самой верхней. Посмотрим, что здесь у нас. Это косметика, которую я довольно давно заказывала. Наконец-то она мне пришла как раз вовремя к новому весеннему сезону. Это у нас набор вот таких вот карандашей, консилеров, корректоров. Изначально я их присмотрела к новому видео, которое, надеюсь, скоро выйдет. Оно будет о цветокоррекции на лице. То есть мы будем с помощью цвета пробовать закрывать синячки, пигментные пятна, прыщики и так далее. Посмотрите, какая красота! Вот такой вот наборчик. Я вам обязательно сейчас покажу его поближе. Сейчас рассмотрим, что здесь у нас. Во второй коробке у нас тоже вот такой вот наборчик. Это карандашики для губки, которые толстые такие, в шести разных цветах. Мне прям очень понравился этот набор на сайте. Конечно же, мы все это сами протестируем в новом видео. Ну просто посмотрите, какая красота! Здесь еще идет в комплекте точилка. Еще какое-то средство. Не знаю. В общем, будем разбираться в отдельном обзоре. Но мне оттенки уже очень нравятся. Как раз к весне прям то, что нужно. Двигаемся дальше и следующее будет тоже вот такой вот черный. Все падает в упаковочке. А здесь вещь, которую я прям очень сильно ждала. Еще, по-моему, со средины зимы. Не знаю, почему так долго она мне шла. Это домашний воскоплав. Не знаю, как вам будет это все видно. Я, кстати, выбрала вот в таком вот розовеньком цвете. Для того, чтобы поднимать себе настроение в довольно болючей процедуре. Выполнен, кстати, очень дешево. Как-то все шатается. Не знаю, надеюсь, он хотя бы работает. Но буду чуть позже пробовать включать его. Так, что у нас в комплекте еще идет? Отдельно розетка. Я просила европейскую вилочку. Спасибо китайским производителям за внимательность. Здесь у нас еще идет кассета с воском. Они продаются отдельно. Можно... Да что ж такое, все разваливается. Можно купить или на Алиэкспресс. И, по-моему, у нас еще есть в магазинах. Потому что они, кажется, стандартной формы. Еще у меня выскочила бумага специально для воска. В общем, вот такой вот наборчик у меня получился. Буду пробовать. Хочу испытать его на руках. У меня довольно волохатые руки. Если вы не знали или не замечали, это так и есть. Но тут один нюанс. У меня тут очень конкретно поцарапал кот. Вот. А на раны как-то не хочется использовать. В общем, я обязательно попробую. И в отдельном обзоре все вам очень подробно покажу и расскажу. Время двигаться дальше. И следующее я возьму такую вот маленькую посылочку. Боже, какая красота! Браслетик сделан по типу... Как он называется? Пандора вот. Господи. Старый. Посмотрите, какая красота. И собирать ничего не нужно. Все бусинки на местах. Еще подвесочка такая. Я вам обязательно сейчас покажу все вблизи. Посмотрим. Это, конечно же, не серебро. И очень удобно, что на сайте можно было выбрать длину самого браслетика. Потому что с меня лично все слетает. Кстати, вы заметили, что сегодня у нас мега девчачьи такие весенние посылки. Прям все под стать нашей погоде. Давайте возьмем следующую. Ого, это тоже косметика. Пару недель назад я психанула и заказала довольно много косметики с Алиэпс Фресс. Просто повелась на упаковку, скажу сразу. Но мне прям очень интересно стало протестировать. Ого, посмотрите. Палеточка теней. Вот такая вот с сердечками. Слегка внутри там что-то рассыпалось. Но в целом, зачем вот это писать? Ну зачем? Ну серьезно. Это, видимо, весна на меня повлияла. И меня пробило на косметику обратно. У меня бывают приступы. Жаль, что все рассыпалось. Посмотрите, сколько здесь мустров прилипало. Обидненько, конечно. Но здесь есть матовые и шеймерные цвета теней. Я вижу оттенки для губ, но они испачканы. Будем что-то с ними думать. И три оттенка, видимо, для бровей. Обязательно будем пробовать тестировать на себя, намазывать это все. Я думаю, следующая посылка тоже с косметикой. Да. Боже мой, какая красивая. Посмотрите, какая красивая палеточка. Очень весенняя, такая девчачья. Наконец-то. Ну, оттенки такие себе. Очень похоже на детскую косметику. Вот эти вот шеймерные цвета прям очень гусковатые. Ну, посмотрим, опять же, как это будет выглядеть хотя бы на сводчах. Двигаемся дальше. Время следующей посылочки. Это моя косметичка пришла. Если я не ошибаюсь, она должна быть с единорогом. И если так, это прям будет очень отлично. О, я же говорила, что с единорожком. Кстати, пахнет прям очень-не очень. Посмотрим. Здесь у нас один отдел. Довольно вместительная, такая большая. Это точно кожзам. Но пахнет отвратительно, поэтому сейчас я ее отнесу на балкон. Пусть немножечко выветрится. Следующим откроем вот такое вот письмецо. Как бы его так аккуратненько. Это вот такая вот здоровенная татуировка. Когда я ее заказывала, я думала, она максимум 2 сантиметра. С глазомером у меня явно проблемы. Следующая будет вот такая вот желтая посылочка. О, это часики. Боже, какой маленький циферблат. Вот реально у меня какие-то проблемы с определением размера предметов. Надо, походу, больше обращать внимание на габариты. Я почему-то себе представила большой циферблат размером с запястье. Тоненький ремешочек под металл. По-моему, аккуратненько выглядит. У меня, конечно, и сцарапанные руки, но очень даже миленько. У меня осталась одна здоровенная посылка и одна совсем малюсенькая. Предлагаю начать с меньшей. Это еще одна кассета с воском. Я ее прям вдогонку заказала, потому что подумала, что для моих рук этого будет явно мало. Ну что, время самой большой и объемной посылки. И здесь, скорее всего, обувь. Поэтому я ее оставила на десертик. Локи, перестань. Иди, маленький. Поздоровайся, Локусик. Ну что такое? Ну что случилось, маленький? Чего ты хочешь? Все? Успокоился? Иди. Посмотрите на это. Они как будто с прошлого пришли в такой льдине замороженной. Серьезно, это кожа или мне кажется? На самом деле, заказала я их маме. Мне очень уже не внешняя понравилась. Размер 36. Цвет очень практичный. Такой нюдовый, прикольный. Единственное, мне осталось угадать, это кожа или нет. Пахнет кожей, вот серьезно. Я все-таки не верю, что на Али можно найти кожаную обувь. Кстати, прошито прям очень добротно. Каждый краешек очень ровно. Даже здесь стелька вышита. Я прям на себя очень хочу померить. Может даже и оставлю я их себе. Я сразу извиняю за свой нестатичный фон. Очень легенькие, на танкетке. Она, кстати, внутри полая. Поэтому обувь должна быть мега удобной. На этом все. Вот такие вот посылочки попались мне на этот раз. Я очень рада, что они все получились такие прям зефирно-нежные. И одно удовольствие было их сегодня открывать. Все ссылочки, как всегда, оставлю внизу в комментариях. Огромное вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok